Сегодня мы с вами поговорим о новинках Фаберлик. У меня тут немножко поднакопилось косметики, и также мне кое-что удалось урвать из одежды. Говорю урвать, потому что очень быстро раскупают Фаберлик, именно раздел одежды, но об этом мы с вами поговорим в конце видео. А сейчас давайте начнем с косметики. Первое, о чем хочу поговорить, это о двух новых тушах. Вы уже, наверное, знаете, что я вот эту вот тушь показывала в своих фаворитах, по-моему, да, в фаворитах я ее показывала. Кто смотрел, тот знает, по крайней мере. Это Фаберлик Экспресс Волюм, и у нее номер 55-56. Это на данный момент самая активная тушь в моей коллекции, скажем так, я и постоянно пользуюсь. У нее вот такая вот микроскопическая просто кисточка, которой очень удобно прокрашивать не просто вот верхние ресницы, также нижние очень удобно ей прокрашивать, и нижние она делает максимально длинными. Сегодня она у меня на глазах, не знаю, насколько видно через очки, но тем не менее я не клеила ни накладные ресницы, ничего. Мне кажется, она очень круто работает на моих ресницах. Нижние вообще длиннющие с ней получаются, верхние тоже такие вот красивые кукольные. Вот абсолютно всем могу ее порекомендовать. Действительно классная тушь, независимо от того, что это Фаберлик, независимо от того, что это масс-маркет в целом, я вполне довольна на уровне вот каких-то люксовых и очень дорогих тушей. Тоже мне очень сильно понравилась их новая тушь Push Up, которая называется. Номер у нее 5471. Как только я ее получила и достала щеточку, она мне очень сильно напомнила мою любимую тушь от Too Faced, которая называется Better Than Sex. Единственное, у той такая щеточка более, как это сказать, песочнообразная, да, как песочные часы. Вот эта более прямая, и как только я ее получила, вот первую где-то неделю-полторы, это была идеальная тушь. Эта тушь работала лучше, чем вот эта предыдущая, и мне казалось, что я наконец-то нашла в бюджетной марке аналог от Too Faced, но почему-то она у меня очень быстро стала густой. Я не знаю почему, она вот сейчас, вот вы видите, купленные они были одновременно, эти туши, что одна, что вторая, но вот эта имеет уже такой очень густой слой вот этой туши на щеточке, и каждый раз, когда я достаю, для того, чтобы мне прокрасить ресницы, мне нужно очень долго ее вот так вот счищать, и я как-то перестала это сделать, и просто начала пользоваться вот этой, она меня тоже очень устраивает, но вот эта намного более объемная, она создает именно такие вот ресницы, прям большие, густые, красивые, ну в общем-то безумно классная тушь, я не знаю, может у меня что-то какой-то брак, или я ей как-то неправильно пользовалась, из-за этого она у меня так быстро начала вязкость вот эту приобретать, я попробую заказать еще раз, потому что она мне изначально очень сильно понравилась, кстати, напишите в комментариях, какой опыт у вас с этой тушью, потому что я знаю, мне многие рекомендовали эту тушь попробовать, что она, я сейчас смотрю, в фаворитах очень многих. Так, давайте теперь дальше пойдем, хочу вам рассказать еще о маске, у них вышла новая линейка целая, там вот спа, фаберлик спа, там есть для более молодой кожи, по-моему, и уже для постарше, если я не ошибаюсь. Вот это конкретно восстанавливающая маска для лица, карите и орхидеи. Мне эта маска понравилась, потому что она имеет очень такую вот уникальную, наверное, текстуру, это глиняная маска, она практически не высыхает на лице, то есть она все время остается вот такой вот увлажненной, и после того, как вы ее смываете, а с ней нужно ходить 15 минут, лицо становится вот таким вот более свеженьким, более таким вот приятненьким, я бы сказала, то есть чудес она не делает, звезд там с неба не хватает, но вот это хорошая маска для того, чтобы вот просто немножко помочь своей коже, чуть-чуть вот как бы ей там больше увлажнения добавить, или чуть-чуть больше вот какого-то разгладить мимические морщины, которые от обезбоживания именно появляются, которые могут еще разгладиться. От глубоких морщин, понятное дело, она не поможет. Еще вот в плане вот таких вот масок, не масок, я заказала две, одна это мой, можно сказать, фаворит, я их достаточно часто заказываю, это патчи под глаза от Faberlic, кислородный расшейпинг. Мне конкретно вот эта линейка, фиолетовенькая, ее, кстати, на моем фоне практически не видно, она сливается, вот именно вот эта против провисания кожи век. Мне нравится больше всего из всех патчей, которые Faberlic делают, у них там их несколько вариантов, но вот эта мне нравится больше всего. Она такая гелевая, немножко прохладная, очень приятно ощущается на коже, и в то же время она не спадает, она не съезжает, то есть как вы ее нанесли, так она и будет держаться под глазами, очень приятная. Еще тоже взяла вот эту маску для губ, но честно вам признаюсь, я ни разу ее не пользовалась, я ее взяла одну, и вот я ее сохранила, чтобы вам показать, и я потом в комментариях напишу, вернее, не в комментариях, а в описании под видео, напишу, что я о ней думаю, потому что мне хотелось ее сохранить вот так вот, чтобы в кадре показать, но пока еще не было возможности попользоваться. По-моему, если я не ошибаюсь, это этот патч для губ из коллекции Masha Way, если я не ошибаюсь, по-моему, так и есть, ну, в общем-то, мне хочется попробовать, тоже обязательно вам расскажу позже, или читайте в описании под видео. Очень такой наболевший, насущный вопрос для меня, это крем, который борется с целлюлитом, антицеллюлитный крем-скульптор, программа «Идеальное тело», сейчас, опять-таки, у Фаберлик, ну, понятное дело, к лету сейчас большинство девчонок готовит свое тело к пляжному сезону, поэтому, естественно, эти вещи востребованы, и Фаберлик выпустил огромную линейку, но я вообще ничего не смогла оттуда купить, абсолютно все было распродано. Короче, единственное, что мне получилось заказать, это вот этот вот антицеллюлитный крем-скульптор. Я сейчас записалась на LPG, у меня 10 сеансов, уже 5 я из них прошла, еще 5 у меня осталось. Если, кстати, вам интересно, я могу сделать отдельное видео о LPG массаже, то есть о моем опыте LPG массажа, также я делаю разные там обертывания, и тоже вот такой вот штукой пользуюсь, в основном пользуюсь после массажа наношу. Этот крем имеет разогревающий эффект, то есть после массажа, когда кожа вот такая вот немножко раздражненная, раздраженная, скажем так, немножко помученная после массажа, если сразу прям после массажа нанести, то конкретно так вот все краснеет, ощущается такое тепло, но не такое, что прям вообще хочется бежать и быстро смыть, потому что слишком сильно печет кожу, нет, оно именно такое вот приятное, хорошее тепло создается. Но если вот уже спустя несколько часов после массажа, то этот эффект намного-намного меньше. Поэтому я бы советовала, конечно, такие штуки никогда не помогут вам сами по себе. Если вы просто лежите на диване, кушаете печеньки, тортики и мажетесь такими кремами, то, естественно, эффекта будет ноль. Но если вы занимаетесь спортом или вы делаете какие-то массажи или, в общем-то, как-то боретесь с целлюлитом в комплексе, то это вполне может помочь. Итак, что вам еще показать? Давайте покажу вам еще. Взяла новый гель для душа. Кстати, вот я хочу отметить упаковку. Мне кажется, что конкретно вот эта линейка настолько красиво упакована. Мне эта упаковка напоминает то, как выглядит марка Генри Бенделл, а там намного дороже цены. Но в целом, мне кажется, так вот очень утонченно и не вычурно, что ли. То есть не кричащий, не создается впечатление, что вот это очень какой-то дешевый гель для душа. Я бы, если увидела, не знала бы, что за марка, я бы, возможно, подумала, что какой-то люксовый. Что же касается запаха. Запах здесь пивония и лилия. Запах, ну, мне не очень нравится, потому что он пудровый. Я пудровые ароматы в целом не люблю. Вот я парфюмы никогда пудровые себе не беру, потому что для меня этот запах очень душащий. Мне некомфортно с ним, он слишком меня обволакивает. Но для тех, кто любит пудровые ароматы, тот придет просто в полный восторг от этого геля для душа, потому что он имеет очень такой насыщенный, цветочный и пудровый одновременно аромат. Взяла тоже фаворит. Это средство для снятия макияжа глаз, двухфазное средство. Вот это я считаю одним из самых лучших вариантов для снятия стойкого макияжа. Если у вас водостойкая тушь, если вы постоянно пользуетесь жидкими матовыми помадами, то вот это средство отлично их снимает. Я постоянно заказываю, вот сейчас вы видите, оно закрытое, то есть я даже не успела его еще открыть, потому что у меня еще есть предыдущее. Вот со стойким макияжем лучше всего это средство борется. Ни мицеллярная вода, ни молочко, ни крем какой-то для умывания. Вот только двухфазные средства лучше всего снимают водостойкий какой-то макияж или очень стойкий. И последнее, что относится к косметике, взяла опять-таки свой огромный фаворит. Это спонжи фаберликовские для нанесения тонального крема. Здесь вот такая вот, как это даже назвать, такая ромашка своего рода. То есть их есть несколько штук, а именно, если я не живаю, 6 штук. Я постоянно заказываю эти спонжи, и как-то я уже настолько с ними сроднилась, настолько привыкла наносить ими тональную основу, что как-то мне даже не хочется тратить больше деньги на бьюти-блендер или на другие аналоги. Изначально, когда вы достаете его из упаковки, он немножко более такой вот упругий, его нужно разработать. То есть 2-3 раза вы нанесете тональную основу, помоете под краном, и он становится очень мягким, таким вот пористым, таким приятным, как раз идеальным для того, чтобы наносить тональную основу. Так, с косметикой мы с вами закончили. Теперь давайте поговорим об одежде. Я вообще заметила, что в последнее время в Фаберлике огромное количество одежды появилось, и я этого не знала, но оказывается, владелец Фаберлик приобрел целый завод по производству одежды, поэтому, я так понимаю, они все больше и больше будут расширяться именно в плане одежды. То есть теперь каталог будет не вот такой, а вот такой, наверное, и можно будет там часами выбирать, что нравится. И, как я поняла по отзывам, одежда очень нравится людям, потому что она находится в бюджетном сегменте, но в то же время они используют более натуральные ткани. Кое-где есть синтетика, кое-где есть натуральные. Вот у них есть линейка базового гардероба. Мне она очень понравилась, потому что там действительно вот простые вещи, не какие-то там претенциозные, да, которые там на что-то намекают или что-то должны из себя представлять, а вот просто банально какие-то футболочки, да, хлопковые, какие-то брючки, какие-то юбки-карандаши. Я для своего мужа Никиты взяла из вот этой базовой коллекции брюки. Единственное, конечно, маленький такой недочет, если вдруг Фаберлик меня будет смотреть, сделайте немножко шире размерную сетку, потому что самый маленький размер для моего мужа оказался немножко большим. Ну так, не немножко, а так, солидно большим. Он у меня не сильно крупный, скажем так, и поэтому для него найти какие-то вещи достаточно проблематично. Я думала, что они должны сесть, потому что по параметрам, которые указаны на сайте, все было хорошо, а в реальности как бы они на него большие, поэтому либо нужно ушивать, ну, либо скорее просто возвращать, потому что, ну, это слишком много мороки, как мне кажется. Брюки эти выглядят вот так, вот такого вот оттенка. Мы взяли это темно-серый цвет, и они полностью на 100% из хлопка состоят. Очень приятные на ощупь, и кажется, что они совсем небольшие, но на нем сидят немножко не очень, поэтому если вашим мужьям легко подбирать размеры, то я думаю, что вы найдете 100% там то, что вам нужно. Ну вот по качеству мне очень понравилось. Вот действительно такая неплохая базовая вещь. Теперь, если меня смотрят мужчины, то, наверное, вам уже пора выключать это видео, потому что дальше информация в основном для девушек, для женщин, но если вы вдруг решите остаться, то мотайте на ус, может быть, подарок сделаете. Я начала заказывать нижнее белье Faberlic, и долгое время я заказывала нижнее белье Victoria's Secret. Мне вот нравится, как оно ощущается, как оно выглядит. По всем параметрам мне нравится. Но в последнее время я решила пробовать, потому что Faberlic все-таки намного-намного бюджетнее, чем Victoria's Secret. И я для себя поняла, что вот их трусики, да, нижнее белье, они абсолютно такие же, грубо говоря, как и Victoria's Secret. То есть нет смысла заказывать Victoria's Secret, там ждать через интернет, ждать какие-то акции, там где можно сразу 7 штук за какую-то определенную цену заказать. По сути, как бы вот именно нижняя часть белья Faberlic очень классно. Я вам не буду вот так вот показывать белье, которое я ношу. Я вам ставлю картинки тех моделей, которые мне вообще безумно нравятся, которые постоянно вот как бы у меня в обороте, скажем так. И я вам могу советовать. Что касается верха, да, бюстгальтеров, то пока я там не нашла аналог, пока мне Victoria's Secret нравится намного больше, чем Faberlic. Не нашла я настолько комфортные и настолько красиво тоже сидящие бюстгальтеры. Пока, по крайней мере, если вдруг найду, обязательно вам расскажу. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Таким образом вы не пропустите мои видео, потому что YouTube обязательно будет вас оповещать о свежих выходах моих видео. Обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok